доброго времени суток друзья сегодня делаем небольшой видео обзор катушечки от фирмы daiva это daiva aegis 2505 f данная катушечка пришла ко мне на обслуживание сегодня я хочу посвятить и небольшой видео обзор так как если на это свободное время и по порядку разберем данную модель так как она у меня не частый гость и возможности не всегда снять у меня есть видео но сегодня я уделю вам время и вместе с вами мы ее разберем проведем ей техническое обслуживание и вкратце разберем по полочкам данную катушечку одно единственное то что катушечка пришла ко мне без упаковки и у меня ее нету паспорта чехла чтобы вам показать как она поставляется полностью но по крайней мере есть сама снасть и в общих чертах я вам расскажу ее характеристики а уже технические моменты мы с вами разберем значит друзья поехали значит первое что давайте на что чего мы посмотрим это же конечно же на внешний вид данной модельки значит как вы видите данная модель имеет комбинацию цвет цветовой гаммы черная и красная это ее классический скажем дизайн который уже в этих катушках применяется не одно пятилетие скажем так первые модели тоже шли в таком же исполнении и традиционно фирма даева поддерживает данную серию катушек таком же исполнении но как вы можете посмотреть дизайн у этой катушки уже стал более таким футуристичным да имею ввиду сам корпус ротор как мы видим здесь уже нового образца как и у всех моделей катушек 2010 года значит друзья краткие характеристики данной модели обуславливается такими моментами значит вес данной катушечки данного айгиса сто восемьдесят пять грамм передаточное число именно данной серии 4 и 8 к одному тормозное усилие у нас составляет три килограмма за один оборот ручки мы выматываем 72 сантиметра по ему на нити длина плеча составляет 50 миллиметров ну давайте уже тогда вкратце покрутим его вы посмотрите как она работает благо сейчас как раз тишина у меня сейчас вечер и можно все эти звуки шума с вами вместе услышать данная катушечка как вы видите работает довольно сносно но одно единственное что вот в новой катушке здесь меня сейчас сразу же раздражает так это люфт главной пары собственно катушка пришла на обслуживание и побывала всего лишь на двух рыбалках на глаз я вам скажу могу сказать что здесь 0,05 соток гуляет как минимум это первое ну вот она уже притерлась прикатка прошла две рыбалки это вполне достаточно чтобы катушка уже работала сносно легкий шелест у нас присутствует но я думаю он со временем отсюда уйдет но как видите раздражитель здесь данном случае это же конечно в новой катушке вот такой бешеный люфт хотя как ни странно для да его это недопустимо но почему-то здесь мы его имеем друзья значит что и на что еще клиент попросил обратить внимание это люфт кнопок значит этих два момента мы с вами проверим и сделаем что касается моей точки зрения по этой катушки как дизайн и вот внешний вид да как вы можете видеть данной модели я являюсь а поклонником больше фирме шамана и поэтому здесь я воздержусь от своих высказываний в данную модель фирмы дайва но могу вам сказать что старые версии аэгиса у дайвы мне нравились намного больше значит друзья давайте будем разбирать ее и по чуть-чуть проходить технические и характеристики значит первое барашек фрикциона работает у нас он довольно таки громко слышно трещоточка работает насчет ухвастости да друзья не могу сказать что мне удобно им крутить и удобно вот производить такие манипуляции одно единственное что здесь не мешает вот это вот такое оформление где вот этот сам конус округлен и пальцы с него соскакивают как бы в других катушках опять же фирмы дайва есть куда более удобные барашки в данном случае имеем такой здесь имеем пакет фрикциона оттд как и в более дорогих версиях сам барашек имеет такой вот дизайн такое вот оформление принципе довольно таки симпатичный и резиновый манжет для устранения попадания пыли влаги в колодец пакета фрикциона шпулька имеет довольно громкую у нас с щеточку и на минимальном сопротивлении довольно таки четко отрабатывает но здесь как мы имеем ввиду классической подпружиненный элемент и под шпульный узел сама шпулька как вы видите имеет анодирование в цветовой гамме черное и красное если так уже разобраться то лично мне напоминает к шпулю от страдика какие вот эти вот фрезы следы от фрезы вот это декоративные элементы фрезирования тоже как там он больше склонен я видеть здесь в этой школе школе от катушки фирмы shimano в лице страдика ну по крайней мере очертания очень похожи как мы видим здесь бортик у нас идет анодированный таким вот красным покрытием то есть шпуль на шпуля цельнометаллическая с максимально выбрать выбранным материалом ну довольно таки юбочка у нас тонкостенная одно радует здесь что фрезы следы вот эти вот и имитации вот таких вот и декоративных элементов и здесь довольно таки мало что способствует меньшему попаданию по ветреную погоду либо какой-то дождь моросящий попадание через данное отверстие пыли грязи на шток соответственно которые у дайвы является очень слабым узлом слабым звеном но в данном случае мне эта шпулька и вполне импонирует как вы видите укладочка у нас здесь классическая идет конусная в принципе у всех катушек фирмы дайва он этот обратный конус всегда образовывается это я скажем как их не конек так друзья давайте значит разберем пакет фрикциона здесь мы имеем штопорное колечко снимаем его и аккуратно вытягиваем наш пакет пакет у нас данном случае состоит из двух элементов это дюраль алюминиевая шайба и имеем довольно таки плотный войлок пропитанный специальной фрикционной смазкой как вы видите в самом в колоссе шпули мы здесь имеем втулочку второпластовую 7 11 на два с половиной если я не ошибся что в принципе способствует нам вполне очень быстро даже поменять ее на подшипник и тем самым или улучшить работу фрикциона на более деликатных и осторожных потяжках это скажем так и занимает всего лишь минуту времени для его замены напомню что сама катушечка же у нас позиционируется у фирмы дайва для спортивной ловли в ультралайтовом диапазоне плавим правильно если ее классифицировать то аэджис имеет такой перевод вот 2505 что это означает первые две цифры 25 это означает размер катушки 2 500 вторые две цифры 0 5 означает диаметр в данном случае f флюорокарбона то есть 0 5 лб флюорокарбона на эту шкулю влазит 100 метров собственно что мы можем и проверить где наш пули у нас это пишет где пишет лб диаметр миллиметров 4 это у нас 0 16 140 и 50 18 100 то есть в данном случае 5 лб сюда влазит ровно 100 метров по японской классификации то есть катушечка предназначена больше для работы с флюорокарбона потому что у нее классификация именно идет 2505 f допустим с работы для как с работы для поема нам эти но на ней будет писать п е но это не значит что катушку можно использовать только вот для таких целей конечно же вы видите здесь намотан уже владельцем шнурочек довольно таки скажем так не очень не очень тонкий но средний но вполне вероятно что он ловит и все его устраивает так друзья значит дальше ручка по ручке конечно у меня есть вопрос конечно я понимаю что они уменьшили вес здесь всего лишь 185 грамм веса согласитесь такое тонкое плечо довольно таки выглядит бессуразно скажем так несуразно друзья ну в любом случае ручка у нас миниатюрная тоже имеет оксидированное красное анодирование скорее всего анодированное красное покрытие и имеет какие в старых моделях например еще червячных этих аегиса которую дайва было там был шестигранник и который имел с другой стороны фиксацию в данном случае уже в новых мы имеем вкручивающуюся ручку в ведом ведущие колесо значит по поводу самой ручки ну конечно же как вы видите больших нагрузок она наверное все таки не сможет испытывать так как катушка все равно предназначена для ультралайта и скорее всего что она будет выполнять свою возложены на нее функции задачи но скажем уважение на меня конечно не вызывает все-таки настороженно смотрю на такой вот тонкая ручка но я думаю что производители ко всему к этому подошли с умом и будет надеяться что все равно будет у нас нам служить друзья насчет кнопика лично мне здесь видится отчетание катушек фирмы shimano то есть очень похожий дизайн и очень похоже его исполнение но немножко конечно под свой манер здесь сделано ухватистый удобный в принципе тоньше чем старые но есть одно но данный кноп также я вижу работает как пылесборник довольно таки вот если нажимаем липкая это резина остается следы он такой вот неприятный сильно на ощупь соответственно могу высказать свое мнение что старые кнопы были куда у них качественные и имели более лучше не то что покрытие потому что они были более пластиковые скажем так а здесь уже пластикой резина но скажем старые кнопы мне нравились тем что они не имели износа и не имели когда проблем вот новые кнопы как вы видите они липкие но не менее некомфортно но в любом случае это новое новый дизайн и они идут уже новым путем с таким использованием значит давайте посмотрим что у нас середине аккуратненько снимем колпачок так и посмотрим на чем он у нас вращается здесь имеем две капролоновые втулочки скорее всего да как показывает практика именно вот в данном исполнении у да его данные капролоны втулочки работают весьма сносно проблем с ними нет и если юзер скажем следит вовремя за данным узлом то есть проводит техническое обслуживание регламентной работы то истирание на посадочных местах минимальное либо фактически отсутствует на протяжении ни одного года но опять же вы можете в данном случае поменять эти капролоновые втулочки на подшипники в данном случае диаметр их не размеры 47 на 2 с половиной так друзья значит дальше снимаем подшпульный узел и будем продвигаться дальше в данном случае аккуратненько снимаем скобу которая фиксирует маленькое колечко любит выстреливать так что с этим поаккуратнее снимаем втулочку данном случае опять же у нас втулочка 7 11 на 2 с половиной но сейчас я перемерю чтобы быть более точным до 7 11 на 2 с половиной которые вы тоже можете в принципе поменять и улучшить работу вашего фрикциона на более еще более деликатные потяжки так как катушка ультралайтовая лично вам рекомендую этих две втулки отсюда убрать и конечно же поставить сюда подшипники так аккуратненько снимаем пачкульный узел в данном случае пружинный элемент все по классике данный элемент у нас он уже обработан покрытие тоже анодированный черный кстати неплохо раньше они делали простые классические не тратили на это деньги сейчас сделали но скорее всего что под стать катушки в данном исполнении так друзья значит здесь у нас идет гайка крепления ротора аккуратненько выкручиваем болтик саморез который не дает нам произвольного откручивания ротора и выкрутим саму гаечку в данном случае гаечка имеет больший диаметр то есть эта конструкция которая применялась у дайвы еще раньше вы можете вспомнить что на катушках пример как цертата калдия у них эти гаечки ниже посажены они более узкие и имеют новую конструкцию это же классическая старая это которая мне кстати больше нравится за счет того что сам крабик вот этот крепящий здесь лучше ну сейчас мы это все разберем установлен так значит снимаем отсюда втулочку значит втулочка у нас здесь старопластовая это хорошо так как есть вот такие вот элементы на дороге у дайвы латунные либо бронзовые которые больше кстати царапают шток в данном случае браво дайва поставила что как мы видим оксидированный даже не знаю что это с ними случилось что они сюда его поставили но хотя в старой версии аэгиса тоже стоял анодированный шток это очень хорошо имеет такой износостойкой зеленое покрытие но давайте по очереди значит втулочка это хорошо . можно сюда поменять она копеечная она меньше делает проблем чем собственно на чем латунная так как латунная царапается у нас и попадая туда песок делает задиры уже на штуке шток у нас проседает в данном случае этот элемент можно поменять он копеечный и всегда можно предотвратить износ штока но в данном случае у нас и сам же шток и он у нас анодированный что принципе имеет износостойкое покрытие это большой плюс так друзья ну по очереди все то мы забегаем наперед давайте значит насчет от этой гаечки с крабика который крепит в середине у нас тут установлен подшипничек и резиновый манжет данная конструкция мне нравится больше потому что с ней меньше проблем и здесь именно данная гайка она лучше работает на катушках дайва почему лучше потому что у тех маленьких гаек фиксация скажем самого данного крабика вот этого железа на который крепится он там более разболтанный и имеет больший люфт и скажем так попадание туда всякого всевозможного песка грязи и пыли больше чем здесь здесь всегда фиксация жесткая и вам как бы для меня он сделан с моей точки зрения он более надежно так ну значит сейчас мы аккуратненько подлазим под него вот таким вот образом там есть небольшая прощелина если с одной стороны нету значит с другой и моего немножко подымем вот таким вот образом раз и два все вот мы его сняли без каких-либо проблем теперь аккуратненько вынимаем подшипничек то есть резиновый манжет который предотвращает вот сам элемент этой гайки и подшипничек и вставка с нержавейки втулочка такая которая вставляется сюда и он уже в него вставляется подшипник как вы видите здесь открытого типа подшипник 58 два с половиной если не ошибся даже нет 582 на 582 здесь установлен подшипничек и имеем риск идет значит у нас подшипничек затем идет у нас шайба которая закрывает уже попадание прижимает сам сепаратор сверху а уже сверху идет резиновый манжет скажем еще раз повторюсь что данный элемент мне нравится больше чем например у халги 11 где этот элемент намного меньше так друзья значит дальше у нас стоит шайбочка что она здесь делает она предотвращает просто нарушение фиксации ротора а точнее гайка у нас не царапает при закручивании роторы садится плотно и прижимает посмотри немножко смазка попала подняли на липкая стала у нас так снимаем и теперь аккуратненько вывешиваем ротор так друзья ротор мы сняли ротор у нас аэр ротор выполнен из материала заем это углепластик фирменный у фирмы да его называется за и он значит такой же ротор скорее всего я вижу что он похож даже не похож она идентична как и на церкви 13 года выпуска ему подобных значит здесь имеем цельно металлическую дужку аэр балл как вы видите имеет такой элемент красного анодирования классический ролик лесоукладывателя и без ферм без применения ферромагнитной жидкости в данном именно узле значит друзья разбираем смотрим дальше что нам нужно посмотреть на подшипник дужки лесоукладыватель снимаем на чечку ну как видим все тоже по классике как и в предыдущих моделях которые мы делали обзоры стоит толкатель и пружинный элемент так аккуратненько снимаем и снимаем дужку лесоукладывателя таким вот образом придерживая чтобы она у нас не выстрелила теперь немножко рычажок отодвигаем и таким вот образом снимаем дужку лесоукладывателя теперь у нас остается только пружинный элемент вот толкатель фиксатор пружина и вкладыш который упирается в рот ничего нового здесь я вам показать не могу вы это уже все видели других обзорах так друзья значит теперь нам нужно посмотреть что у нас имеется в рычаге лесоукладывателя аккуратненько выкручиваем да друзья перед этим конечно я прогрел эти все узлы так как она здесь все находится на герметике от незнания я вам советую лучше сюда не лезть чтобы не сорвать резьбу либо нарушить данный узел так друзья значит снимаем рычажок кстати напомню еще раз как вы видите здесь у нас уже в рычаге имеется второпластовая втолка которая не дает нам проседанию и стиранию ухо крепление данного рычага к уху ротора что способствует в данном случае уменьшению люфта съеданию посадочного места и душка у нас не будет проседать хорошее решение нужно было еще вести еще в 2010 году когда они выпустили первой церкви кстати над на нем кстати как раз проблемы и были так друзья ну как мы видим ролик лесоукладывателя у нас имеет здесь второпластовый вкладыш и подшипничек с одной стороны у нас вставляется в каратор пластовый вкладыш с другой стороны у нас идет втулка резиновый пыльник и в саму втулку вставлен подшипничек в данном случае размер подшипничка 472 открыт открытого типа конечно же можно для любителей тюнинга здесь есть где развернуться можно поставить этот пакет на два подшипничка с двух сторон с двумя пыльниками с двумя вкладышами скажем так улучшить данный узел в данном случае мы этого делать не будем так как на ультравате хватит нам здесь и одного что касается дужки лесоукладывателя это классическая дужка такая же как стоит как на цертаты тринадцатого года цертаты десятого года где палец и данное ухо плечо скажем так одна из составляющих имеет монотонную единую конструкцию и данный палец у нас здесь попросту имеет посадку не как в например в тушках лесоукладывателя таких как exist 12 на вот новые 16 цертаты где палец данной фиксации ролика лесоукладывателя впаян середину щечки и попросту было может быть такое что он срывается вылетает от нагрузок либо просто его вырывает оттуда вот данные дужки это очень большой плюс куда его и они очень хорошо и долго служат и проблем с ними фактически нет поэтому данная монолитная конструкция в данном в данном случае очень хорошее решение могу только сказать что положительно так друзья значит дальше подбираемся уже к серединке здесь мы имеем феромагнитную жидкость как мы можем здесь увидеть у нас втулочка концентрирована хорошо в колодце видим здесь такая вот юбка сделано так и будем пробирать подбираться дальше и откручивать обгонную муфту и смотреть что у нас там что касается вот этой юбочки она сделана специально чтобы меньше было расстояние когда ротор опускается меньше было всяких лишних пространство для попадания воды данный элемент так снимаем обгонную муфту как вы видите решение здесь довольно таки правильное хорошее к чему я веду к тому что колодец в данной катушке и корпус имеет одно целое то есть герметичность здесь будет очень хорошо хороша и попадание воды в середину снизу или сбоку здесь фактически отсутствует только если через верх но сверху у нас защищает катушку от попадания воды эфиромагнитная жидкость имеем классическую уже новую обгонную муфту втулочку кстати уже на втулочке как вы видите здесь имеем элемент насечки который не дает опускание эфиромагнитной жидкости и смешивание с смазкой обгонной муфты что кстати было в некоторых моделях катушек начального уровня я имею ввиду не начального уровня а начальных годов выпусков 2010 года когда были первые модели где этой насечки не было и иногда имел место быть в сервисе проблемой когда эфиромагнитная жидкость опускалась вниз и сбивала работу обгонной муфты и появилась некорректная работа в данном случае здесь имеем насечку что как раз ограничивает поступление эфиромагнитной жидкости к рабочей части работы обгонной муфты то есть масляной пленки другой уже который выполняет другую задачу мы это все помоем потом перезарядим конечно же так дальше мы имеем сам вкладыш магнитик который у нас приклеен к вкладышу и резиновый манжет в данном случае который фиксируется с другой стороны пластикового кольца который вставляется сам уже манжет и он не дает попаданию воды в середину и защищает также обгонную муфту просто это уплотнительное кольцо так друзья значит это мы отставляем дальше выкручиваем барашек боковой довольно таки сносный пластиковый и покрыт таким металлическим покрытием металлоподобным так друзья здесь у нас я не вижу манжета чтобы защищала но скорее всего у нас внутри барашка совершенно верно вот она она как правило садится суда поверх вот таким образом имея паз а потом вы когда закручиваете он препятствует попаданию воды такой же самый манжет имеем с этой стороны так друзья дальше снимаем заднюю декоративную часть и будем пробираться в серединку довольно таки просто крепится на одном болте правильно здесь решение что середину вставляется верхняя часть так как бывает что нам на старых еще катушках она подрывалась так как было вот таким вот образом элемент этот фиксировался и об одежду либо какие-то другие там в условиях он подрывался и данный элемент декорации декоративной защиты был сломлен ну тут в принципе много катушках уже это решение видите сделано лучше так друзья значит теперь что нам нужно первое что я вижу это же конечно же мы вы уберем отсюда штопорное колечко с одной стороны ведущего колеса на опоре она здесь установлен под подшипником и про попросту нам когда мы снимем корпус не даст выйти ведущему колесу наружу спешить не нужно аккуратненько его поддеваете так как она тоже имеет свойство выстрелить и потеряться аккуратненько вытянули шестиграничек этот маленький подпружиненный и теперь мы аккуратненько скрываем корпус ну соответственно корпус у нас заем конечно же здесь все у нас на саморезах катушечка облегченная другого здесь ждать и не стоит но по крайней мере резьба у нас длинная поэтому старайтесь при сборке попадать те же самые места чтобы не делать нарезы по-новому и в дальнейшем не сорвать крепление после чего уже катушечка будет непригодна так аккуратненько подложим крышечку снимаем что мы здесь с вами видим друзья регулировочные шайбы которые стоят на над подшипником количество их тут три четыре пять но это в принципе не имеет значения так как на производстве количество их может быть разницы может быть разное поэтому все это уже устанавливает сборчик сборщик на производстве так в данном случае больше у нас здесь ничего нету откладываем эту сторону как вы видите дальше у нас стоит полноценный подшипничек закрытый 713 на 4 и колесо выполнено из дюраля алюминия сейчас мы его будем по чуть-чуть отсюда вынимать так друзья значит чтоб нам него вы нет мы сейчас вытянем направляющую таким вот образом и потихонечку постараемся его приподнять так она у нас не будет выходить значит с ними крепящую планочку ведомой шестерни вытянем ее и потом у нас выйдет само колесо все аккуратно никаких спешек ничего дергать в этом случае здесь мы не нужно так потихонечку вытягиваем здесь мы видим у нас стоит также подшипничек полноценных закрытого типа 713 на 4 так подпружиненный элемент до совершенно верно подпружиненная шайбочка который у нас с вами отвечает за стоп-ингов чтобы не было вот это биение фиксирует всегда положение шестерни в рабочем диапазоне ее работа так вынимаем теперь аккуратненько таким вот образом ведущие колесо ну подниму фоне у нас немножко там держится за счет того что как вы можете видеть здесь у нас подшипничек ну вот таким вот образом мы сейчас ее туда вытянем либо можно нелегонечко так вот прокрутить сидит хорошо ну ничего сейчас мы с этим справимся вот таким образом у нас упал сам 711 на 3 пожалуйста тоже полноценно закрытый и аккуратненько поднимаем сама колесик так ну вот наша серединка так друзья ну что вы могу сказать как вы видите сама шестерень сейчас мы немножко вот эту смазочку уберем кстати по смазке вот вы можете видеть как она смазана много или мало скажем так достаточно достаточно она не сухая у нас сейчас мы это вытрем все так друзья ну вот зубья у нас как видите большие довольно таки рабочее пятно контакта здесь будет хорошим и сам сама шестеренка очень похожа на шестерни колди 11 года выпуска я имею ввиду в само основание то есть а что имею ввиду основание вот это вот сам вал с нержавейки я думаю что он идентичен ну может сами паразитная паразитная шестерня вот этот в данном случае может иметь какое-то другое количество зубьев а так это то же самое в тех катушках на которой накручена на вал бюрали алюминиевая фрезерованное колесо и зафиксировано вот здесь в данном случае шплинтом бывает конечно же моменты когда этот шплинт попускает и образуется вот такой вот люфт на ручке но эти случаи единично но им тоже имеет место быть скажем так но в данном случае мы имеем довольно таки хорошие колесико ничего плохого сказать не могу думаю служить она будет довольно таки неплохо и хорошо ведомая шестерен у нас сейчас мы помоем потом посмотрим на ее накатку на двух рыбалок что у нас тут произошло пока в принципе ничего страшного я здесь не вижу скорее всего какой-то латун скорее всего латунная латунный сплав в данный катушке там ничего другого принципе быть не может так друзья теперь самый интересный момент который мне здесь нравится в этой катушке это конечно же шток вот он вот не могу понять почему у меня дайва не ставят и данные штуки с анодированием в другие их не модели катушек просто проблемам бы решались бы на разы два где как раз слабое место у дайва это именно шток в данном случае вопросов нет молодцы хотя бы в серии а и джесс они это поддерживают уже на протяжении десяти лет это плюсик так друзья значит дальше снимаем подшипнички к шип так называемый опорный подшипник ведомая шеф цапфы ведомой шестерни в данном случае здесь он у нас имеем такую втулочку и подшипничек размером 582 и это является для меня это является минусом так как он открытого типа конечно же здесь было бы лучше 582 с половиной ну поставить его в эту катушку принципе можно надо лишь немножко доработав некоторые моменты в данной шестерни и в принципе можно добиться того чтобы покрасить поставить сюда полноценные подшипники и проблемы например шумностью катушки нам во многом уйдет почему уйдет так как смазка которая работает в паре с ведущим колесом я имею ввиду ведомая шестерни на не в паре работая в паре смазка выдавливается переходит на цапфу она цапки у нас крутится открытый подшипнички вся эта отработка с пылью и грязью попадает в сепаратор и он начинает просто шуметь и выходить из строя соответственно вы можете сами догадаться чуть через год с ним будут проблемы при плотном эксплуатации данной катушки ну может и не быть может появиться потом рано или поздно это появится я считаю это это минусом данном случае и конечно этот узел надо модернизировать дальше имеем паразитную шестерни друзья как видите и что что я вижу я она выполнена у нас из металла дюраля алюминиевая вот так вот имеем большой такой плотный палец как вы видите вообще отличнейший который там еще там не выламывается ничего там не стукает все нормально сейчас мы постараемся и паразит очку это вытянуть вот она у нас отпала здесь в корпусе у нас уже ничего интересного нету можно только выйдет вот переключатель обгонной муфты он сидит там плотно и фактически поджат там есть смазкой доступ воды здесь минимум то есть конструкция именно с колодцем правильное мудрое решение могу только поставить плюс и конечно же у нас паразит очка с подшипничком здесь у нас 472 с половиной закрыт полноценным закрытом выбирающий лют шайбочкой латунной и как вы видите сама паразитная шестеренка шайба под низом которые тоже у нас не дает работать и тереть корпус корпус катушки и сама паразит очка как вы видите ну просто супер почему супер я имею ввиду друзья она не пластиковая как во всех новых моделях полноценной металлической и еще посмотрим друзья с таким вот огромнейшим толстым пальцем с ним проблем вообще никогда не будет чтоб он там сломался вывела выбило его посмотрите это старая добрая классика как они делали раньше но палец конечно здесь внушительный конечно уже будет ходить в с-образном пазу отлично видите там минимальный люфт здесь есть резиновое маленькое колечко который отвечает за тихость работы там сильно аппликаешь на помоле как точно не помню как называется это на система но она вот гасит эти удары колечко и она не меньше стукает но сам палец друзья конечно говорит о многом и паразит нашественность выполнен из металла это большой большой плюс так друзья ну вот в принципе мы с вами разобрали катушечку как вы видите все у нас на столе сейчас я ее помою приведу в порядок узлы и мы будем уже во второй части видео ее собирать подытожим конечно же еще раз пройдемся по ней возможно не знаю сейчас может быть я модернизирую данный узел если клиент захочет если нет то оставим так как есть и подытожим уже по нашей катушечки что у нас с этого всего получилось а пока на этом спасибо друзья встретимся уже во второй части обзора пока пока пока